Доброе утро, зритель! Сегодняшний сюжет будет не только полезным, но и красивым, потому что сегодня со мной Маша Зырянова. Здравствуйте! Сегодня я попросила Вячеслава научить меня менять колесо на автомобиле, потому что каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой необходимостью. Слава, научи блондинку менять колесо. Ну, здесь на самом деле очень много тонкостей и трудностей, с которыми нам придется столкнуться с самого начала. Для начала нужно расслабить гайки. Делаем мы это специальным ключом, который называется баллонник. Знаешь ли ты, Маша, почему этот ключ называется баллонник? Может быть, он сделан из баллона? Нет, на самом деле в старину назывались колеса на автомобилях баллонами, отсюда и пошло название баллонник. Это ключ, которым откручиваются колеса на автомобиле. Гайки нужно откручивать в определенной последовательности. Нужно запоминать, какая гайка где была прикручена. Это очень важно. Тогда резьба прослужит дольше и гайки прослужат намного дольше, если их закручивать в родное место. Вставляем баллонник прямо для того, чтобы рычаг был прямым. И для того, чтобы расслабить, нужно наступить ногой. Можно даже еще чуть-чуть. Вот! Пошло дело. Затруднительно, но пошло. Я никогда не буду мнять колесо самостоятельно. Итак, гайки ослаблены. Настало время для домкрата. Есть домкраты стандартной комплектации, такие, как ты видишь сейчас. Есть реечные домкраты, есть гидравлические домкраты. Их целая куча разновидностей. Значит, смотри, берешь и вот таким вот образом раскручиваешь все это дело. Так, применяем теоретические знания на практике буквально сейчас на ваших глазах. Маша, которая давя замерзла, теперь согрелась посредством физических упражнений поднятия домкрата на Волге. Ах! Пухача! Исквернословя! Смотри, есть одна такая старая слесарская хитрость. Одеваем баллонник и на расслабленную гайку делаем вот так вот. Для того, чтобы пальцы наши не утруждались. Теперь мы постараемся представить, что это вроде как запасочка у нас, и мы ее возвращаем обратно. То есть, я так понимаю, тот же самый алгоритм действия? Тот же самый алгоритм действий, только в обратном порядке, но там есть еще пара очень таких важных тонкостей. Слава, можно считать, что я справилась с этим нелегким делом? Ты меня своими возможностями поразила, у тебя довольно сильные руки, должен я тебе сказать. Для девушки ты справилась очень даже неплохо. Милые дамы, если с вами вдруг произошло то же самое, то вы можете вполне и не справиться с этим заданием. Если вы не справитесь, то можете ввозить с собой в багажнике мужчину. Халови!